Время пришло. Впервые театр Тинчурина покажет спектакль под открытым небом. Своими усилиями во дворе театра построили уличную сцену на 50 человек. Зрители встречают с масками, перчатками и санитайзерами. И прямо сейчас там находится Лилия Кашфарова. Лилия, вернулись ли зрители в театр? Да, Алексей, добрый вечер. Зрители вернулись. Потому что творческий голод, это тоже голод. И мы сегодня здесь впервые в театре Тинчурина показывают спектакль под открытым небом. Специально для этого во дворе соорудили сцену. Сделали даже навесы на случай дождя. А конкретнее, как готовились, рассказал нам директор театра. Для этого события, так скажем, мы готовились уже с прошлого года. Все требования Роспотребнадзора мы исполняем полностью. У нас будут и разметки, и маски, и санитайзеры, и обработка стульев, столов. Для безопасности и зрителей, и актеров приняты все меры предосторожности. Выдаются маски, перчатки. Обратите внимание на рассадку. Зрители сидят в шахматном порядке. Между ними расстояние полтора метра. Разумеется, обе стороны очень скучали, и своими эмоциями успели поделиться актеры до начала выступления. Безусловно, мы скучали за этот долгий период. Даже у нас были опаски, что мы потеряем свои навыки, мастерства, так как артист, он должен всегда работать, существовать на сцене. Ну вот, у нас появилась возможность, хоть и не в театре, не в здании, но на улице встретиться с зрителями. По зрителям скучал. 18 марта я самолично сыграл свой крайний спектакль в том сезоне. Я посчитал, около 170 дней мы были без зрителей, то есть не было вот этого живого общения. И, наконец-то, 5 августа 2020 года во дворе у нас наша администрация соорудила такую классную площадку. В августе вы можете еще успеть нашеть спектакль, спектакль и расписание можно посмотреть на сайте. Ну а пока мы продолжаем наслаждаться искусством, а с вами прощаемся. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.